Доброе утро, Полтава! Доброе утро! Сегодня у нас в гостях Яна и Артём. Фамилии будем называть? Да как хотите. Ну называйте тогда фамилии, я вас так знаю. Артём Зумбарин. Яна Крейдер. Фамилия это ваша или... От мужа досталось? Такая оригинальная фамилия. Ребята занимаются бизнесом у нас в Полтаве. Расскажите немножко подробно, что за фирма, в принципе, ознакомиться. Давайте познакомим, да, действительно, с вашей тишиной. С чем вы занимаетесь по жизни? Наша компания это Стартайм, агентство недвижимости. Занимаемся продажей недвижимости, подбором недвижимости для покупателей и арендой недвижимости. Сдача и поиск недвижимости. Это основные направления. Вообще сложно сейчас с этим вопросом обстоит, потому что, ну как бы, кризис в стране. Покупают ли люди квартиры на сегодняшний день? А потому что продают. Это перепродажи, не знаю, там, неследство какого-то идет. Мы с Яной занимаемся непосредственно продажей вторичной недвижимости, то есть там, где люди живут уже в квартирах. И часто продажи связаны с, как вы сказали, с переездом с одного города в другой город, либо в страну уезжают. Также это может быть деление наследства, при разводе, когда люди разводятся. Часто из страны уезжают? Ну, несколько раз за год такое встречалось в нашей стране. За год несколько раз? За год, это у нас. До десяти раз, да? Нет, несколько раз. Ну, да, до пяти раз. Это то, что к нам не наобращались. Это то, что к нам. Люди живут за границей, ну, как бы, уже переезды. А въезжают часто ли? Чаще покупают те, которые работают за границей и покупают здесь не будет. Для себя недвижимость. Для себя, для своих детей. И все-таки возвращаются. Они отсюда, да. Работают там. Я думаю, родители быстрее уезжают, чтобы детям заработать. Да, родители, детям. Это Италия, наверное, да? Это Италия, Голландия и другие страны. Ну, куда в Голландии? Да, ну, Европа. Я в нашему Голландии. Но все-таки ощутимее, что уезжают или, ну, по вашему бизнесу, что уезжают или все-таки те, кто оттуда деньги везут сюда? Чего больше? Чаще на месте. Люди продают квартиру и покупают, допустим... Обмен любых ваших подачек. Ну, по нашей практике нужно решить какие-то вопросы свои жизненные. Кто-то там кредит не может выплатить. С аферистами часто сталкиваетесь? Еще не раз. Ну и нет. А как вообще вот человеку, который занимается, хочет продать квартиру, как можно узнать аферистов все-таки? Я думаю, вы-то должны быть с этим знакомы. Ну, нам повезло, мы не встречали аферистов. Серьезно, нам не попадались люди. Ни риелторы не попадались, но мы с коллегами общаемся. Да, они непросто. И среди покупателей-продавцов повезло, тоже не встречались. Как выявить? Ну, наверное, нужно сначала пообщаться и посмотреть вообще. Сейчас социальные сети очень активные. И, наверное, можно найти об этом... Ну, в принципе, любого человека можно найти. Сейчас, да, можно по телефону, по имени, ну, найти людей, как бы... А коль уже человек попал в аферу с недвижимостью, куда ему лучше обращаться? Суды, полиция, РБЖ? А может быть, при риелторских компаниях, которые будут встать? Если ситуация уже, ну, именно, ну, афера, тогда, конечно же, лучше обращаться к правоохранительному уровню. В первую очередь. Потому что разные бывают ситуации. Часто при обращающихся, у нас общение, у меня военнощие знакомые, потому что... Они еще не знают, афера или не афера, и как ее отличить? Если это покупатель, то перед тем, как купить квартиру, необходимо ее проверить у нотариуса. Либо есть сейчас государственный реестр, открытый реестр, где можно проявить информацию об объекте. Стоит это 20 гривен, официальный платеж идет через... Ну, вообще, да. Это первый этап, когда человек пришел в квартиру, посмотрел, допустим, она ему нравится. Он приходит домой, обдумывает, ну, покупать, не покупать. Первый этап, это он проверяет сам дома в интернете. Туда информация вносится после 2013 года. Этот реестр был создан, и вносится вот эта информация. Если квартира была ранее приобретена, наследство, приватизация, там еще в далеких 90-х, либо 2000-х в начале, когда этой информации не будет, она будет у нотариуса. И перед тем, как дать задаток за квартиру, вот уже человек определяется, что она ему нравится. Перед тем, как передать деньги за даток за квартиру, подтвердить свои намерения, лучше еще раз проверить у нотариуса квартиру. Вот. И, опять-таки, если это промежуток, он посмотрел в начале месяца, а решил купить ее в конце месяца, ну, деньги нашел, либо уже принял решение, и он проверял ее в начале месяца, то проверить еще и в конце. Ну, это непосредственно, потому что за этот период могло все что-то пройдет. Но все равно рекомендуем обратиться к нотариусу, потому что он проверит по всем реестрам. У человека есть возможность проверить, ну, скажем так, объект, там, недвижимости, ну, есть нюансы по людям. Как давно у вас этот бизнес? Ну, вот вы конкретно вдвоем занимаетесь? Вдвоем? Вдвоем, с конца 15-го года, это вдвоем. А отдельно? Отдельно, ну, я где-то года два занимаюсь. А вы? С 12-го года. А скажите, вот за вот это время есть падение цены, поднятие цены на недвижимость, вот интересные тенденции? Ну, если не брать перед военный, после военный, ну, мы берем после военный, вот, допустим, когда мы вместе работали. Да, вот последний год мы анализировали. Мы специально проанализировали, ну, было интересно для себя и, ну, рассказать друзьям Facebook и тем, кому интересно писали аналитику. С начала 16-го года по конец 16-го года, с января по декабрь, цена на вторичную недвижимость по всем сегментам, дешевая, средняя, дорогая, в среднем снизилась на 10-15%. Снизилась. Снизилась, да. Снизилась, да. Ну, это если мы говорим в долларовом революте. А спрос все-таки сильно упал или точно так же на 10-15%? Ну, по объему продаж, вот, предположим, вы в январе 16-го, предположим, абстрактно. Если квартир продали, то на декабрь сколько у вас получается? Или это все-таки сезонность какая-то есть? Ну, и сезонность есть, но сказать, чтобы спрос упал, мы не можем. Единственный был... То есть он ровный, да? Ну, приблизительно. Приблизительно. Ну, за последний год. Да, за последний год. Если мы говорим за последний год, мы не сравниваем там 14-й и 13-й, потому что там ситуация была совсем другая. Есть сезонность. Ну, почти мертвые, это летние периоды. Отпуска, подготовка к школам, к университетам, людям... Ну, июнь, июль люди вообще... А вот сдача квартир, вы говорите, в основном, кому, кто спрашивает, кто нуждается в квартирах, ну, чтобы снять? Все. Все, то есть нет определенных там студентов, рабочих. Студенты снимают квартиры в августе месяце, в конце, когда приезжают на ученых. Они каждый год, знаете, как мы... Оправдую, говорят, что студенты предпочитают большую квартиру снять на большое количество людей. А потому что снимать фильмы там? Ну, не знаю, я фильмы не видел. Нет, у нас чаще снимают. Ну, нам не попадались. Такие, ну, слышали, что много живет. Так, ну, точно сказать не можно. Но собственники, ну, чаще в курсе того, что они сами сдают там комнату, там, двоим людям. Либо, если это несколько квартир, комнат в квартире, то... А в целях экономии студенты часто снимают квартиры с хозяевами? С хозяевами чаще, ну, в нашей практике, опять-таки, встречалось, что люди, которые приезжают с областей, так как их ребенок будет под присмотром, ну, хоть и чужого человека, но, тем не менее... То есть такое самоуспокоение. Ну, самоуспокоение, да. Это то, что люди говорили. Ну, все равно редко. Редко, да? Дело в том, что, ну, молодые люди предпочитают жить, ну, лучше, там, конечно. Ну, несколько человек живет лучше. Все равно там, что-то, мы тоже заявляем, что из нас, в вашей дороге, если возможно. Ну, это осуществляется. Конечно, конечно. Скажите, вот на вашу годы практике, в ЛАЗах встречались в машине, а были ли какие-то забавные случаи? Во, смешные. Смешные? Оригинальные какие-то клиенты, может быть. Да, 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 сколько, лучше, больше ли вам? Ну, самая, ну, на моей практике, самая интересная сделка была за, ну, с 12-го года, это когда, кстати, здесь, в Полтаве, это январь месяц, была, продавалась недвижимость, собственник находился в США, квартиры, а покупатель в Нидерландах. Вот. И сделка проходила, да, квартира находилась в Полтаве. Все полтавчане, естественно, стороны сделки, но их не было на месте, они не находились на месте. И покупка, продажа осуществлялась путем представительства. То есть у одной стороны был все представитель и второй представитель. То есть фактически субъектов, сторон купли-продажи, их не было. То есть вот это была самая интересная такая сделка, такая, с таким привкусом, ну, иностранного такого. А тот, кто купил, потом не возмущался, что купил не то, что хотел? Я понимаю, что фотографии там как-то вы показывали. Ее представитель-то была ее сестра, и она осмотрела квартиру. Вот. Если брать фактор, то, что там переживала за самозделку, мы перед передачей задатка, у нас, ну, сделали скайп-конференцию с собственником непосредственно квартиры. Вот. Пообщались, она показала нам паспорт, что это действительно она. У нас были оригиналы документов, мы сверили, мы пообщались, и все, подтвердилось, действительно, продажи квартиры. Интернет помогает все-таки. Да, да, да. Соединился. Если в скайп-конференцию. И что там, часового перепада, то есть там совпали, ну, сопоставили время так, чтобы было всем удобно. Там, ну, уже почти поздняя ночь, у нас раннее утро, и... Ого, у вас уровень получается. Ну, это было интересно, ну, это было очень интересно. И технически интересно для себя. И технически, и морально, оно немного так стрессовое, переживает и там, и, ну, то есть обе стороны переживают, чтобы не сорвалось, и, ну... А вы переживали? Мы всегда переживаем. Переживаем, ну, потому что каждая продажа, то есть, ну, не только эта, а каждая продажа связана, ну, здесь человеческая история. Жизнь людей. Да, жизнь. Они в этих квартирах живут, растят детей, там, иногда поколение. И, ну, тяжело, ну, те люди, которые долго живут в этих квартирах, им это тяжело дается, а нам приходится помочь им это, вот, так вот, двигать эту всю историю. Ну, давайте, ну, идите, ну, выходите, ну, смотрите, порог, ну, дальше улица, дальше жизнь, ребята, давайте. Не, ну, ни за что. А никогда не попадалось такого, домовой там живет, вам не предъявляли потом претензии? Что-то, не слава богу, такого, такого сверхъестественного. Ну, ничего не было такого. Ну, недавно рассказывали нам о таком, ну, подтвердить ничего не можем. А, тяжело это подтвердить, а расскажите эту историю. Ну, она еще пока не закончилась, не хотелось бы, как бы, открывать. Да, это еще в процессе. Да, в процессе просто. Ну, что-то такое есть. Это, ну, да, человек говорит, что что-то такое есть. Человеку кажется, что что-то есть. Да, что-то такое есть. Причем, ну, действительно. Это старая Полтава где-то или новый дом? Самое интересное, что новый дом. Это новый дом. Это хрюк. Неожиданно может быть. Заставили строители. Что-таки, если взять, вот, давай, для штатских вот мониторингов. Если взять, там, не, что-то у нас было, а с военных даже монетах. А количество продажи и покупки квартир у нас выросло, а не важно, и меньше, в среднем. До, имеете в виду, до военного периода? Вообще, вообще, вот, 14, 15, 16, вот, за эти годы. 18-й, так вот, только начался. Дело в том, что 14-й, 15-й год, когда были, ну, там, когда были, вернее, 14-й, вот, когда скачок был, там, доллара, там, и чего-то, люди не знали, что им делать. Ну, как бы, большинство, ну, у многих были гривны, да, и активно покупали новостройки, которые застройщики наши продавали. Вот у нас садовый комплекс построился, прям, там, ну, большая популярность была. Да, 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 то есть много людей вложилось именно в новостройки. Потом это, ну, попритихло, и сейчас больше идет, ну, как бы, вторичный рынок продается, более все ровно, спокойно. Но новостройки все равно пользуются спросом. А вот интересный вопрос полтовчан беспокоит. Переселенцы часто через ваше агентство приобретают квартиры? Я имею в виду из Луганской области, Донецкой. Сталкиваетесь вы с такими людьми? Сталкивались, но чаще была у нас аренда. В аренду вас много людей? Да, много снимала людей в аренду. Ну, это был 14-15 год, скорее. Сейчас прикидывала. Да, сейчас прикидывала уже. А они, вы, ну, все-таки аренда через вас идет. Есть такая тенденция, что, например, они отказываются от аренды и куда-то уезжают? Ну, не будем говорить, куда они, мы не знаем. Ну, конечно. Переезжают куда-то. Да, переезжают. Ну, был случай, как бы даже, был случай у меня, женщина с Крыма сняла. Снимала квартиру, пожила полгодика, посмотрела, думала бизнес свой открывать. Не получилось у нее. И поехала она дальше куда-то на Западную Украину, там пробовать. А скажите, я вот слышал в 14-м году, в связи с тем, что переселенцы приезжали сюда, и чаще всего это финансово хорошо чувствующие себя люди. И в связи с этим в 14-м году, ну, я слышал, рынок, на рынке начала подниматься цена. То есть спрос поднялся в 14-м году, они готовы были платить. И я слышал, что в 14-м году дорожали квартиры с этим. И так вы были уже тогда в работе в этом году. Вы знаете, у нас Полтава такой странный город, я не могу сказать, что у нас сейчас дешевые цены. У нас люди удивляются, что в Харькове, ну, можно дешевле купить квартиру, чем в Полтаве. Ну, то есть вот даже, ну, не буду говорить там 14-15-й год, но даже сейчас просто люди, которые вложили, вот, особенно в новостройки, да, купили квартиры, ну, очень дорого получается. Хотя курс был тогда маленький, когда они купили, да, но это были все-таки условные единицы, да. И сделали ремонт хороший. И теперь они не готовы продавать вот такие деньги. Ну, то есть это падение пошло в два-три раза. Ремонт делался в долларах, ну, то есть материалы, да. Ну, я помню, все заплатные части. Они делали, ну, хороший ремонт для себя, вот. Сейчас, когда сталкиваются с продажей квартир, ну, недвижимость вообще, квартиры, дома, вот. И то, что они сделали за те деньги, сейчас продать, ну, просто нереально. Людям надо либо смириться, если у них есть проблема, ее надо решать и продавать недвижимость. Либо, ну, мы рекомендуем, ну, нет, если фактора, который подталкивает, то необходимость, тогда не продавать. Как долго промежуток времени, вот я решил продать квартиру, выставил ее на продажу, обратился к вам, помогите мне продать квартиру. Как долго вот этот промежуток до продажи? Клиента как долго ищите? По нашей практике, если это либо бюджетный вариант, либо среднего качества квартиры, ремонта. От месяца до трех месяцев. Месяц-три месяца. Месяц-три, да. Но, это если будет рыночная цена. Ну, нормально, да. Все зависит от цены, потому что большинство людей завышают стоимость своей недвижимости. Часто вам приходится отказываться от продаваемой квартиры? Ну, не смогли найти клиента. Мы, если квартира не соответствует рыночному состоянию, мы не берем. У нас есть требования к клиентам. То есть, вы выставляете реальные требования, понимая, сколько это стоит? Да, потому что нет смысла продавать то, что не продается. Понимаете? То есть, за месяц-два-три реально продать любую недвижимость. Главное, адекватная цена. И, ну, соответствующий уровень спроса, конечно, да, есть. Но, все равно, цена самая главная вообще составляющая. А люди больше предпочитают чашку, составляющую квартиру? И швы, да, что у вас такое полезное? Мы занимаемся квартирой, можем только говорить за квартирой. Да, у нас большинство квартиры, ну, там бывает коммерческая недвижимость реже. Ну, средняя статическая цена, по-полагаю, средняя. Средняя сложно назвать. Однополнатная квартира, сколько средняя стоит? Или там за квадратный метр, как-то, мол. Если брать так, ну, условно, условно средняя, то это, ну, цифры могут колебаться. Если это вторичный рынок, мы берем алмазный, либо часть, ну, те районы. Алмазный, палатки, да, спальные районы. Можно за 12-13 тысяч найти. Ну, это будет такая. Это будет квартира без ремонта, либо жилая, такая, ну, без ремонта обычная. Советский Союз. Советский Союз, да. Вот, САВДЭП, САВОК, Советский Союз. Вот. Что-то лучше, что-то подороже, это будет за 15-20, ближе, 17. Это с ремонтом вы имеете в виду? Ну, это уже с ремонтом. Это будет в хорошем состоянии, да. Это не элитный ремонт, а просто, ну... Ну, входи и живи. Входи и живи, да. Ну, хорошее будет. Заменены окна, трубы, плитка современная, современные двери межкомнатные, входные. То есть, ну, тут можно на многом чем играть. Наличие ванны, унитаза и все остальное. Есть вопросы? Нету, спасибо большое. Что-то хорошее еще можете сказать хотите? Хвастайтесь. Хвастайтесь. Стесняются? Да, стесняются. На сетях, особенно на фейсбуке, вы всегда найдете этих людей. Это наши хорошие друзья, поэтому они здесь и появились. Хорошие виртуальные друзья. Я с ними там познакомился. Теперь реальные. А теперь реальные, да. Ну что, всем доброго утра, удачного дня и хорошего настроения. Кофе, который я хотел за ремонт. Кофе самый лучший здесь. И именно Франсуа собирает друзей. Всем удачи. До свидания. Всем пока. Пока.